Добрый день! Подскажите, пожалуйста, опасно ли в нынешней ситуации пандемии планирует беременность пациента с привычным невынашиванием? Было две замерзших беременности. После последней прошло 10 месяцев. Все это время проходило обследование лечения с супругом. Собирались планировать майнинг, но коронавирус очень пугает. Конечно, очень тяжело отвечать на этот вопрос, потому что мы не знаем дальнейшего сценария развития событий по коронавирусной инфекции в разных странах. Но, в принципе, конечно, мы надеемся на то, что коронавирус в какой-то степени начнет отступать. Я вижу здесь перспективу очень большую в том, что я надеюсь на то, что ближайшие месяцы будут выработаны очень хорошие фармпрепараты, которые будут лечить этот коронавирус, и тем самым мы получим лечение, которое резко будет снижать вероятность проблем. Потому что одно перспективное направление – это растворимые рекомбинантные рецепторы КСС. Они уже идут на стадии клинических испытаний, насколько я понимаю. Австрийская фирма делает. Недавняя была публикация, препринт очень интересной немецкой группы из клиники Шерите, то есть это университетская клиника Берлина. И там очень интересная конфигурация иммуномодуляторов, которые подавляют вот эту цитокиновую бурю, которая возникает в организме, которая может давить вот эти все эффекты. Поэтому многое зависит от того, если вот не попадаете ли вы в группу риска по коронавирусной инфекции с точки зрения постоянных контактов с людьми. То есть если вы работаете, обслуживаете, допустим, работаете где-то в магазине, на кассе, в тех предприятиях, которые обслуживают клиентов и идет большое количество социальных контактов, наверное, стоит, может быть, отложить. А если нет, тогда просто, ну сколько можно откладывать, если это все будет растягиваться на какие-то месяцы, если мы будем жить в эпоху вот этой вот коронавирусной инфекции как постоянного явления жизни. Понимаете, то есть вот и поэтому здесь получается какая-то неопределенность временная. И поэтому здесь просто нужно оценивать все риски за и против. И что здесь всегда нужно помнить, что все-таки вот я немножко несколько слов сказал по поводу своего мнения, по поводу вот этих больших на 41 страницу методических рекомендаций и абсолютно бездарную какую-то глупую статью трех авторов по поводу ультразвуковой диагностики в эпоху коронавирусной инфекции. Это просто смешно. Просто понимаете, это ниже пояса, понимаете, как они вообще ну не постеснялись такое посмешище пустить вот в эту вот в электронный оборот просто смешно. Понимаете, мне просто вот смешно было читать такую глупость, которую они там наваляли, свои фактически сырые какие-то мысли в этой статье. И если брать все-таки опыт ведения беременности при коронавирусной инфекции, то, как правило, у детей, в том числе у новорожденных, протекает в очень легкой форме. У беременных женщин протекает в основном в очень легкой форме. И какие-то отдельные случаи, которые бывают иногда среднего течения, ну даже не включено и тяжелое течение, если очень мощный контакт какой-то был, все-таки это исключение чем правило. В основном, в основном, в общем-то течение достаточно спокойное и в основном коронавирусная инфекция, она каких-то особых проблем не дает. Вот поэтому здесь просто вот нужно все это оценивать с точки зрения здравого смысла. И вам никто не скажет, никакой врач вам не скажет за или против. Я просто считаю, что если такая ситуация возникла, что мы вошли в какую-то полосу, когда нам приходит сосуществовать с коронавирусной инфекцией, нельзя бесконечно откладывать жизнь на потом. То есть есть условия для того, что если идет вот эта изоляция, что есть общение с мужем, мы просто видим, как увеличивается количество беременности просто наступивших, которые мы наблюдаем. Возможно, что эти беременности во многом наступают из-за того, что просто те супруги, которые работали где-то в противотоке, перегружены были и так далее. То есть я считаю, что просто вот наступает этот летний период. Явно совершенно заболеваемость должна пойти на спад. Определенные риски здесь будут, но они всегда есть. Поэтому просто вот взвесьте все за и против. Но мне кажется, что в принципе, в целом, в общем-то, ситуация в мире сейчас такова, что можно заниматься репродуктивными проблемами. Тем более, что вовсе не факт, что беременность будет наступать прямо сразу.